По правке в действующий федеральный закон об электронной подписи начнут работать только с января 2022 года. Но уже сейчас бизнес и граждане торопятся получить квалифицированную электронную подпись в специальных центрах Федеральной налоговой службы. Их выпускают на данный момент многие. Это операторы электронного документа оборота и другие коммерческие или еще какие-то удостоверяющие центры. И они и сейчас могут их выпустить для заявителей. Но есть нюанс. Если они до 1 июля не прошли аккредитацию в Минцифре, то эти подписи недействительны. И после 1 января перестанут действовать. Подписи будут действительны после 1 января только от тех удостоверяющих центров, которые прошли аккредитацию. В налоговых подразделениях Саранска, Розаевке, Ковылкино, Краснослободска, Зубовые поляны, Чамзинки и в Кемле. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы уже начали получать электронную подпись. Необходим для электронно-цифровой подписи ключевой носитель, куда будет записан этот ключ. Он или приобретается, или если у заявителя есть уже ключевой носитель с действующим сертификатом соответствия, то он может использовать его. Необходимо подготовить документы. Это заявление на выдачу электронной подписи, паспорт, страховой номер индивидуального носителя, то есть снился. Заявление на выдачу электронной подписи можно подать удаленно через личный кабинет налогоплательщика, сообщили в управлении налоговой службы. Так можно сократить время на проверку документов. Также по всем интересующим вопросам можно обращаться в Единый контактный центр ФНС России по номеру 8 800 222 2222 или к операторам электронного документа оборота. Алена Маскалева, Константин Соколов. Наши новости. Алена Маскалева, Константин Соколов. Алена Маскалева, Константин Соколов.